Установим полки LDSP на направляющие. В каталоге ГСА они заготовлены с установкой на кронштейн серии 360, 460, 540, а также на кронштейн длиной 490 миллиметров для полки LDSP. Его мы и будем использовать. Для этого перейдем в папку аксессуары, установим полки LDSP на направляющие. В каталоге ГСА они заготовлены с установкой на кронштейн серии 360, 460, 540, а также на кронштейн длиной 490 миллиметров для полки LDSP. Его мы и будем использовать. Для этого перейдем в папку аксессуары и здесь выберем полка LDSP с кронштейнами длиной 490 миллиметров. Установим где-то 5 полок. Обратите внимание, полки между собой пересекаются. Чтобы убрать пересечение в свойствах необходимо указать сторону стыка полки. Например, выберем крайнюю левую полку и в параметре «Сторона стыка полка» укажем справа. У крайней правой полки сторона стыка будет слева и у трех средних сторона стыка с двух сторон. В местах стыка для полок предусмотрены скобы соединительные. Где стыка нет, там используется фиксатор. В данном случае фиксатор используется на крайних кронштейнах, на всех остальных используется соединительная скоба. На этом примере мы рассмотрели установку пяти отдельных полок. Теперь рассмотрим вариант, когда полка должна быть цельной, без стыков. Ниже установим еще одну полку и воспользуемся инструментом удлинения. Здесь выберем «Удлинить до конца вправо». Полка увеличилась до края контейнера. Сдвинем в направляющую и установим дополнительные кронштейны. Они находятся в папке «Элементы». Выберем кронштейн полок LDSP длиной 490 мм и установим под полку. Теперь перейдем в свойства добавленных кронштейнов. И выберем тип крепления для полки LDSP. Поскольку эта полка цельная, без стыков, необходимо выбрать тип крепления «Фиксаторы». И рассмотрим еще один вариант установки полок. Полки установим в разные секции. Например, так. И воспользуемся также инструментом удлинения, но на этот раз выберем «Удлинить влево». Выделим эту полку и здесь выберем «Удлинить вправо». В свойствах укажем параметр стыка справа, здесь параметр стыка слева. Получилось две полки с одним стыком. Добавим кронштейн. В свойствах кронштейна выберем тип крепления «Скобы соединительные». Можно еще, например, сделать «Удлинить вправо». Полка увеличилась еще на одну секцию и сюда также подставить кронштейн. И выберем тип крепления «Фиксаторы». Получился вот такой вариант расстановки полок. Далее перейдем к свойствам и поподробнее рассмотрим параметры полок. Выделим любую полку. В свойствах первым стоит информационный параметр. Он отмечен синим значком. Значение у него менять не нужно. Следующий – это сторона стыка полки. Определяет, с какой стороны полка стыкуется с соседней. Ранее мы этот параметр уже рассматривали. Выпуск полки слева-справа позволяет увеличить полку с нужной стороны. Например, укажем выпуск полки слева 100 мм. Выделим крайнюю правую полку и укажем у нее выпуск полки справа 100 мм. Ниже параметры со значком запрета. Значение у них менять нельзя. И обратите внимание на параметр материал панели. По умолчанию это ДСП 16 мм. Его можно изменить. Например, выделим все полки с зажатым Ctrl. И из списка выберем ДСП 25 мм. Также можно выбрать ДСП 26 мм или МДФ панель. Оставим ДСП 25 мм. Параметр изменения размера позволяет увеличить или уменьшить полку с нужной стороны. Например, уменьшим выделенные полки по заднему краю на 50 мм. Стрелочкой указаны стороны. Если мы уменьшаем значение, ставим знак минус. Минус 50 мм. А спереди наоборот. Добавим 150 мм. Например, параметр положения позволяет при необходимости сделать фигурный вырез в панели. Стрелочками указано положение выреза. Например, выделим крайнюю левую полку и укажем у нее вырез передний левый угол. После того, как поставили галочку, появились дополнительные параметры. Первое это выбор фигурности. Скос, радиус, г-образный радиус или г-образный скос. Оставим скос и изменим значение. Например, 150 на 200. Далее выделим крайнюю правую полку. Укажем у нее положение передний правый угол. И зададим, например, г-образный радиус. Укажем значение 150 на 200. И радиус, например, 80 или 100. Можем также изменить направление текстуры. Выделим, например, все полки. И укажем направление текстуры вертикально. Параметр цвет ГСА металл позволяет изменить цвет у элементов ГСА, которые выделены. В данном случае изменится цвет у кронштейнов. Например, белый. И можно изменить цвет ЛДСП. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...